Всем привет, ребята! Мы сейчас едем гулять в парк птиц, который находится в Калужской области. И нам еще где-то ехать 50-60 километров на улице. Отличная погода, где-то 23-24 градуса. И даже не хочется включать кондиционера, хочется ездить с открытыми окнами, что мы делаем крайне редко. Но так как это трасса, и здесь в принципе не так много машин, так что можно и с открытыми окнами поездить. Просто мы сейчас их закрыли, потому что очень сильно шумит. Вот Каролина, там он сидит, видите, сзади. И здесь очень красиво. Ну то есть такая чистая дорога, знаете, деревья. И уже некоторые деревья желтеют. Если будут красивые виды, опять я вам обязательно покажу. А так мы просто решили поехать в этот парк птиц, потому что сейчас пол первого дня. И в принципе не так уж и поздно. Нам как раз хватит времени погулять там и все посмотреть. Правда мы там никогда не были. Нужно будет вообще поехать посмотреть, что там такое. Но мы почитали по отзывам, все в восторге. А вообще это место нашел Серж. Мам, когда мы будем на выпуске, мы обязательно дома на земле примем, где там бассейн. Каролина все мечтает о доме на земле. Она хочет не в квартире жить, а в доме на земле, где будет у нас собственный бассейн. И в общем все будет классно, круто. Да, конечно, все это будет. Хотя дома на земле я вообще категорически не люблю. И собаку она хочет завести. И будку. Дорога хорошая, вот, как вы видите. И деревья. Но здесь почему-то мало. Мы сейчас проезжали леса. Там уже так красиво. Но все равно мне нравится ездить по таким местам, где природа, травка. Но не всегда, знаете, бывает хорошая дорога и не всегда бывает красиво. В некоторых местах очень-очень грязно. А вот здесь хорошо. Ну, плюс еще мне нравится вообще такое время, когда 12 или час дня, и солнце стоит высоко. И при этом прохладно. Вот, смотрите, какая красота. Здесь еще такие высокие елки или сосны. И у нас видно, что грязное стекло. И не только. Вот, пыль в салоне. Но это из-за того, что с открытыми окнами ездишь, поэтому... Все, мы уже приехали. Купили билеты. Короче, Каролине получается бесплатно, а нам по 400 рублей. Взрослому. Ну, вот здесь вот написано, что здесь есть. Мне так поняла, это по типу, знаете, такого зоопарка. Ну, то есть, это такой заповедник природой здесь. И он работает, кстати говоря, до темноты. По-моему, зимой они даже не работают. Я не знаю. Зимой они работают, Серж? Нет, зимой не работают. Павлины, голуби. Смотрите, какой красивый голубь. У него такой хвостик. Подожди, это павлины, голуби. Я думала, здесь будут и павлины, и голуби. А это павлины, и голубь. Понял? Мама, стоп! Мам, ты стал маленький павлин. Да, вообще здесь классно. Серж вообще молодец. Постоянно нам придумывает интересный досуг. Это, кстати говоря, Московская область и Калужская область. Ой, Московская? Калужская область. Калужская область около Москвы. Римский голубь, тоже красивый. А-а-а, какая тесно. Смотри, огромный. Дутыш, смотри, какое название интересное. Огромный, смотри. Ага, он прям размером как с курицу. О, смотри, индюк. Где индюк? Здесь и людей много, знаете? Смотри, Карлина, вон смотри. Блин, раньше индюки в огороде ходили, а сейчас мы на них в зоопарках смотрим. Привет. Вот здесь вот так красиво. Очень-очень классно. Красота. Да. Что? Мне нравится здесь вообще. Ну, какие они кушать можно, веки, полкины. Ну, какие они как курица. Да, они... Это кинг. Порода выведена голубеводами в США. Мам, мам, какие большие голуби. Они как мутанты. Ага. Коричневый. А, вон, 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 вон. Там, смотри, обычный у него окрас, который, как он здоровый. Где ты это видела? Да, я не подхожу. Смотрите, какой огромный орел. И вот этот. Ага. Да, красота. Кстати, людей очень много. И если вдруг вы захотите сюда приехать, то нужно будет ехать на своей машине. Потому что это находится то ли в деревне, то ли в поселке. Я так поняла. Здесь что-то интересное. Это Каролина нас сюда привела. Не, ну, мне здесь нравится очень сильно. Каролина выбрала себе лошадку. Она такая некрасивая и двуногая. И, по идее, она должна вверх, ну, в смысле, подняться. Но из-за ветра она сюда ко мне летит. Вот, отпусти, она будет просто за тобой лететь. Пойдем. Смотрите, это китайский петух. Называется Кохинхин. И у него и сапожки, и вообще одежка такая. Аккуратно все испугались твоего шарика. Каролина, ты чего? И я что хочу сказать. Здесь действительно очень много видов разных птиц. Здесь две тысячи, да, видов, по-моему? Она пугала. Всех петухов разогнала. А я сейчас в комбик. Ага. Мама, птица-пингвин. Птица-пингвин, говорит Каролина. Смотрите, какие ресницы. Это какой-то попугай. Здесь почему-то не написано. Но это очень странная птица. Я бы не хотела оказаться один на один с ней рядом. Это, оказывается, ворон. И он обитает в Африке. Мы купили мороженое. Мы обошли вот так вот по краю все получается. А те, что в середине птички, павлины, не посмотрели. Потому что чуть неудобно. То есть придется либо возвращаться, либо же наискосок идти. Но опять же таки в обратную сторону. Но мы сейчас дойдем до туда. Посмотрим, что там. Там, говорит Серж, обезьяны есть. Здесь кенгуру, пингвины, фламинго. То здесь очень много животных. Я думала, это просто птицы. Как он называется? Парк птиц. Оказывается, здесь мини-зоопарк, скажем так. К пингвинам пришли. Они такие маленькие. Я видела побольше пингвинов. А эти прям такие прикольные. Я даже сразу не поняла. Смотри, как смешно ходит. Как будто воняет рыбой. Ну да, пахнет рыбой. Интересно, они купаются в этой водичке? Она грязная достаточно. А это макаки. Японские макаки? Они похожи на японские. Вы знаете, когда я вижу обезьян, я уверена, что мы произошли от обезьян. Когда видишь на картинках вот таких попугайчиков, кажется, что это цветокоррекция. Но когда видишь их вживую, кажется, что это настоящий фотошоп. А вот у этих клюв очень тяжелый. А глаза, смотри, какие. Голубые. Ну не знаю. Мне кажется, у них клюв перевешивает. Смотрите, какие большие черепахи. Я, например, раньше думала, что панцирь как отдельный домик, скажем так. А потом, относительно в раннем возрасте, я узнала, что, оказывается, это все их тело. Ну и как бы это почти как кости, что ли. Ну, то есть, я хочу сказать, что панцирь вместе с телом. Все красивее и красивее попугайчики. Это чоча. Какой чоча? Ну, как попугайчик. Ааа. Это есть попугайчик. Он очень большой и очень красивый. Это чоча. Это че, он мясо ест? В натуре. Охренеть, а он что, хищник? Да, видимо, хищники. Пойдем, ага. А он там страусы. Пойдем, у меня страусы. Привет. Хищники не бывают добрые, Каролина. Это страус. Это еще, смотрите, это небольшой страус, а вон там огромный просто. Он размером как с верблюд. Ты видишь? Это эмо, да. Вот. Пойдемте отсюда, погоняем. Ну, не кричи, иди сюда. Иди сюда лучше, посмотри, какой здоровый он. Его размеры. Да, всех впечатлили. Это капец какой-то нагрой. Ой, блин, я испугалась. Да, перья, представляешь, у него какие? Ага. Это вот они, получается, да, в песок? Да, классические. Это просто обычный страус. А это игуаны обыкновенные. Нечего удивляться. Обыкновенные. Черепаха как будто доисторическая. Как это, как что? Ну, как динозаврик, да? А это фламинго. Но они не такие розовые. Это белые. Фламинго. Вот здесь, видите, какая огромная территория. Там можно еще покататься на карете и поесть шашлык. И там еще животные какие-то. Но мы еще даже кенгуру не видели. Пойдем. Не знаю. Это ламы, которые плюются. Ага, ты хочешь, чтобы меня оплевали, что ли? Если здесь даже предупреждение висит. Каролина на пони села. И все, сейчас пойдет. Она выбрала белую. Да, мы отстояли очередь, чтобы покататься. А ты прямо с лошади транслировать будешь? Ой, нет, мне страшно. Я вот думаю, пойти покататься, что ли, на лошадке. Вон та белая, которая стоит. Ну, сейчас посмотрим. Каролине нравится вообще. Постоянно, где мы находим пони, она постоянно катается. Блин, вообще тут страшно, если бы я сама ехала бы. А хочешь, что я тебе дам, будешь сама снимать себя? Ну, давай. На. Прикольно так вот. Я чувствую, что она шевелится все. Да. Давай, я не буду ходить за тобой. Ну, давай. Все, Серж остался, короче. А я еду сама на лошадке. Вы представляете, я второй раз в жизни всего лишь села на лошадь. А? Хвостик? Второй раз. Первый раз я садилась, когда мне было лет 8, наверное, 10. Сейчас хочу потрогать гриву. Ну, нет. Лошадиные гривы, конечно, все-таки сальные, жирные и жесткие. Оооооооо! Черт! Он от мух отбивается и очень сильно шевелится. Да, точно. Конной езде нужно учиться. Ну, это очень высоко я сижу. Это достаточно крупный конюшка был. я теперь поняла почему каролине нравится кататься вот как здесь круто сегодня просто замечательный день чудесный а это моя тень а вон там олени мы присели в шашлычную которая здесь на территории парка и уже сделали заказ шашлык взяли сок нам принесли персиковый не настолько персиковый сок никогда не пила он такой густой с мякотью и серж отмахивается от ос который здесь но здесь хорошо в тенечке конечно прохладно а на солнышке уже жарковато мы сейчас здесь посидим поедим отдохнем сил наберемся потому что территория очень большая пешком ходить нужно очень много мы потом пойдем на вторую часть и там уже есть какие-то камни там еще что-то можно будет посмотреть туда пойдем мы там еще не были нам сказать что основная часть все-таки на вот этой вот первой территории на которой мы гуляем принесли на шашлычок мы заказали свиную мякоть люля овощной салатик соус лаваш и будем есть все приятного нам аппетита настоящий такой кстати говоря кавказский шашлык здесь готовят мы решили уже остальную территорию обойти смотрите какая маленькая подняшка очень-очень маленькая а он там я называю это волосатый бык корова мы никак не дойдем до кенгуру но уже почти дошли смотрите как у каролина лошадка полетела в небо все кто-то и отпустил здесь черношейный лебедь и кенгуру но они там чуть далеко и они маленькие очень маленькие вон там один вон спрятался все мы уже выехали и мы решили не идти на вторую территорию потому что устали о том нужно будет читать смотреть а у нас уже не осталось сил и мы решили поехать домой если что потом отдельно в другой день съездим туда так что мы сидим уже в машине и мы поели шашлык он оказался вообще не вкусный очень сухой и дорогой к тому же вообще не понравилось очень тяжело было еще и в жару здесь смотрите по дороге вот едешь и продают разные тыквы там овощи но ты очень красивые прям как будто бы с картинки такие все один к одному очень яркие оранжевые кстати говоря нужно будет поехать потом купить тыкву и сейчас мы поедем оставим каролину с бабушкой дома а потом наверное мы сяжем поедем сами еще прогуляемся нам куда нужно было по делам и еще нужно было заехать в магазины мы уже приехали домой и заходили в магазин в общем все же себе взяла такие штучки это вяленое мясо а это вяленая курица и мы также еще купили любимые сухарики вот такие я обожаю из черного хлеба бородинского очень вкусный да сериал мы сейчас держим хотим начать смотреть какой-нибудь сериал я еще взяла такие две бачки сухариков на попробовать как раз таки на салаты и с сухой ну посмотрим я вообще первый раз покупаю вот такие обычно мы с каролиной вот эти грузим и все сейчас найдем сериал и будем смотреть время сейчас только 7 часов и как раз у нас еще есть время посмотреть несколько серий какого-нибудь сериала и кстати говоря напишите предстоит комментарии какой вы сейчас смотрите сериал потому что мы в поисках мы очень много вержим пересмотрели вообще сериал и многие просто-напросто до сих пор выпускаются то есть допустим первый сезон на посмотрели а второго сезона к стране 1 будет только в следующем году поэтому сейчас посмотрим может быть какие-то все-таки сериала мы не видели и не смотрели и сегодня вообще такой был просто шикарный день потому что всем понравилась эта вылазка это знаете мы и на природе побывали и подышали воздухом и пешком, самое главное, походили. Это не просто сходили куда-нибудь там погулять в торговый центр или же... Ну, в общем, не знаю. Последнее время просто я очень стала ценить природу. Может быть, это потому что со временем начинаешь понимать, что именно в такие места, как бы просто так, когда ты живешь в городе, очень тяжело выбираться. Ну, по крайней мере, у нас так происходило всегда. Так что всем сегодня понравилось. Обязательно мы туда приедем и посмотрим еще вторую вот эту территорию. Там парк камней, какие-то еще растения есть. То есть, ну, конечно, не такая уже будет большая территория, но что-то можно будет посмотреть. И Каролине тоже понравилось. Я бы не сказала, что там такие бешеные впечатления мы получили от животных, скажем так, потому что мы уже с Каролиной во многих зоопарках были и много что она видела более необычного. Но все равно ей все это понравилось. Даже те же самые попугайчики вот эти вот большие. Очень интересно было просто. походить, погулять. Ну, то есть, такое расслабление получается. И плюс еще ко всему я покаталась на лошади. Это такие удивительные, знаете, ощущения. И да, на лошади просто так вот запрыгнуть и как в кино, допустим, не получится просто взять и поскакать. Нет. Нужно будет, во-первых, наверное, чувствовать как-то лошадь. Какие-то навыки определенные все равно должны быть. Как в кино не получится. Хоп, запрыгнул и все. И лошадь тебя слушается. И все. И ты знаешь уже, как держаться. И скачешь вот так вот уже на большой скорости. Такого, к сожалению. Ну, может быть, у меня только не получится. Поэтому мы уже пойдем отдыхать. Я надеюсь, что вам этот влог понравился. И вы поставим ему пальчик вверх. Увидимся с вами уже в следующем влоге. Смотрите предыдущие видео, если вы их пропустили. И также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Всем удачи. Всем пока.